да это была хорошая идея когда хоберт увидел этот музей столько мы были здесь и ни разу его не видели как же я люблю такие вещи боже а здесь еще продолжение хоть бы хватило зарядки на телефоне куберты дэнки доме зеркут из фото махом их амс моих инди я хочу быть зеркут из фото махом бит я прошу куберта чтобы он делал фотографии потому что я боюсь что мой телефон это нереальная красота второй этаж еще лучше мы просто в шоке друзья невероятно вы посмотрите что это это что-то невероятно такой прям вот всплеск адреналина какой-то просто же сумасшествие вот настолько да человек увлечен фарфором как это как это красиво это невероятно обратите внимание вот на эту такие орлы ручки это невероятная красота 1745 год эти экспонаты часы посмотрите это тоже тюрина это не это тюрина или скажите супница я не знаю наверное вот так потому что это открывается все и также вот эти вот куропаточки тоже самое тюрина или супница я даже не знаю в какую сторону идти смотреть переходим другой зал ну и конечно же ох и ах как это можно было создать это тысяча семьсот шестьдесят пятый год это невероятная красота я жил Я Хуберт Абудумюс Зухст, я Нихт Шнелли, Вангзамы. 1712 год. И давайте начнем с этой витрины, потому что всего очень много. Какие блюда, Боже мой. 1762 год. Не вижу мануфактуру Гернс. Давайте. Штрасбергер. Это нереальная красота. Посмотрите, как оно прописано. Эти жуки, посмотрите. Боже, какой восторг. Восторг. Я сегодня спать не буду. Пересмотрю сегодня свой фарфор. Это нереальная красота. Это у нас 1728 год. Селедочница для рыбки. Жалко, конечно, что все отсвечивает. Но я думаю, что возможно, возможно, хоть капельку я смогу вам передать этой красоты. Знаете, сразу стихотворение вспомнила здесь. Из зала в зал переходя здесь движется народ. Вся жизнь великого вождя передо мной встает. Только здесь весь парцелан, который, возможно, сохранил город Бамберг. Смотрите, какие столы. Это просто королевская вещь. Как можно вот ее сравнивать, любить икею и поставить вот это рядом. Это же даже не в сравнении, ни в каком абсолютно. Попробую приблизить. Не приближает. Камера устала мне, наверное. Так, давайте пройдем сюда, в этот зал. Это какое-то нереальное. Опять вот оркестр обезьянок. Кстати, мне ни разу не встречались какие-то фигурки даже на таких вот антикварных рынках, где представлены вещи очень интересные. Дорого, конечно. Ну, посмотрите. Охотничая тема. Наверное, вот так будет получше. Это тоже терина. Это не фарфоровый огромный, а такой вот индюк. Такая вот этажерка интересная. Что это? Цвайтупен пирамида. 1690 год. Боже мой, это то же самое. Боже мой, это то же самое. 18 век. Штрасбург. Все очень атмосферно. А вот зеркала. Смотрите, какие. А вот вид из окна. Смотрите, как красиво все. Как же это здорово. Боже, внимание. Внимание, друзья. Мне нужен стул. Это что-то невероятное. Посмотрите, лепнида, как на нашем фарфоре. Вот эти вот принделя. Это невозможная красота. Смотрите, на этом небе. Смотрите. Это что-то невероятное. Огромное, настолько, наверное, на метр два. И картины. Сейчас мы все это пройдем. Здесь немного народ рассеется. Вот такая вот комната совещательная. Кудр зитцин хея. Зитцин хея. Он не хочет. Он говорит, если каждый сядет, то это все кожа. А теперь посмотрите на эту печку. Она работает и здесь очень-очень тепло. Это фантастика, друзья. Посмотрите, какие скамейки. Я думаю, что это орех. Подсвечники. Картина 1755 года. Соломена. На потолке невероятная лепенина. Поехали. Это родхаус. Как и 200 лет он служил точно так же. То есть вот эта вот завещательная комната, где проходили всякие собрания. Прекрасное. Прекрасное. Прекрасное путешествие. Невероятно красиво. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел эти видео до конца. Сейчас я вставлю сюда фотографии, которые мы запечатлели. И вы сможете еще раз посмотреть на эту невероятную красоту. Спускаемся в подвал. Вот этот дом, который на воде. Посмотрите, какой вид из окна. Смотрите, какой вид из окна. И давайте посмотрим, чем нас порадует эта комната. Вон это. Мы от тех, кто в шоке. Здесь подсвечники. И такие вот ножницы для тушения свеч. Подсвечники парные. Только вот, например, у нас собачки разные. Бархатные. Такой вот прибор, бокалы. Все бархатные. Родные коробки. У Хуберта одно слово. Он в шоке пребывает, конечно, друзья. Вот такие красивые кашпо. Посмотрите, фарфоровые картинки. Нет, такого я не встречала ни на eBay, ни на нашем немецком. Посмотрите, какая прелесть. Это, конечно, уже экземпляры. Я думаю, что даже мне не будет выставляться где-то только на аукционах. Я все интересовалась, не будет ли сыра здесь. Нет. Сыра нет в этих домах, хотя дом стоит на воде. А вот эта красотка. Сейчас я подойду. Я неравнодушна вот к тюринам, супницам. Это невозможная красота. Я так думаю, что это были частные коллекционеры, которые подарили. Сейчас мы прочитаем это все городу. Кашпо великолепное. А может для льда ведерко. Вот такие вот три ватки, они соединены между собой. Вот такое вот трио. Вот посмотрите, это частный дом. Это частные коллекционеры, которые, я так думаю, оставили это все. Михаил. Вот видите, это тоже одна из комнат у них была. Это восемнадцатый век. Так. Ну, не написано, что это за мануфактур. Так. И еще. Вот эта пара. И вот это их дом. Представляете, как они, в какой красоте они жили. Да. 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 Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Так. 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 Так.